Так, привет! Вопорумцы! Мы закончили третий уровень, как вы помните, но перед тем, как мы пойдем на четвертую, вот мы открыли лифт, я думаю, все-таки я вернусь... Куда я вернусь? Я вернусь на второй уровень, потому что, как я и говорил, мы все-таки пропустили одну записку, ну точнее, это даже не записка, а проигрыватель. От Лоры Райк. Я просто не знаю, каким чудом я проскочил тот ящик. Если кто-то следует, скажем так, по моим стопам, просто я вам хочу показать, поскольку вы можете также ее пропустить. Соответственно... В принципе, там место, знаете, не сильно такое сложное и не заныканное. Это я как-то так очень сильно просто разогнался и даже не посмотрел по сторонам. То есть, этот ящик на самом деле сложно пропустить, но я умудрился. Хотя, в свое оправдание скажу, что первый раз, конечно же, я его нашел, поэтому я и вспомнил, что что-то тут не то. Поскольку, когда мы нашли последнюю записку от Лоры Райка, где она там есть, вообще, Лора Райка. Да, вот она. А, стоп. А, я уже, наверное, взял ее. А может, и не взял. А может, и взял. Сейчас посмотрим, короче. Не помню. Просто я посмотрел по запискам, и вот в предыдущем еще видео вспомнился, что что-то не то, чего-то не хватает. Хотя, по идее... Да, вот он. То есть, вот, видите, это конечный путь, да, уже к следующему уровню. То есть, вот здесь у нас, помните, был босс. И вот здесь вот сундук. То есть, он не спрятанный, ничего. Вот он стоит себе. Я так вот взял, да пропустил. Но, что я могу сказать-то? Что я могу сказать-то в свое оправдание? На самом деле, это ничего. Вот. Эта штука нужна для очивки, поэтому... Ну, и для информации. На самом деле, тут информация не столь важная. Мы приехали. В конце концов, наш новый дом, здесь, в Арктибург-Коруме. Я впечатляю, что бюро выполнило. Это гаргантюно. Не могу ждать, чтобы распаковать и начать работать. Сори, оно сейчас продолжится. Просто не будем терять свое время. Так, стоять сейчас. Сможем здесь. Но это может просто случиться, что это следующая Марвел мира. И мы будем прямо в тихих вещах. Я очень надеялся, чтобы продолжить проект. И самое главное, что это фьюзия семьи и работающих жизней. Сможены вместе. Я не могу сказать, что мы наконец-то сюда прибыли. Так, подождите, где мы есть. Не могу просто дождаться, пока мы тут... Распакуем все вещи и начнем уже, в конце концов, приступим к работе. Так. Мы пока... Я сейчас думаю, к лифту подойдем. Вот. Но она говорит, что она как бы немного беспокоится о том, что она находится где-то на середине океана. Но, как бы, башня выглядит довольно-таки мощной и безопасной. Так, где наш лифт, господи? Оказано. Кат-кат-каткин. Вот это, что не знаю, то не знаю. Кат-каткин. Возможно, это имеется в виду... Речь идет о войне. Но вот здесь, что не скажу, то не скажу. Что, как бы, Каткин. Вот этот вот Каткин не повторится. Я очень уверен, что Каткин не повторится снова. Я не знаю, что это такое, на самом деле. Тут уж не переведу. Точнее, даже не объясню скорее. Ну, как бы, исследования фумиума обещают нам. Многое обещают. Может быть, я просто мечтаю... Может, я просто об этом мечтаю. Но надеюсь, что это... Будет именно так. Ну что, фумиум, как бы, окажется чем-то таким вот особенным. Так, мы пока потихоньку передвигаемся вперед. Соответственно, это у нас уже... Какой уровень? Уровень, уровень... Уровень 4. Так, подождите, где наши эти записки? Короче, суть в том, что... Я смотрю вперед. Мы будем продолжать наш проект. Ну и все в таком, короче, роде. Ну и то, что мы, как бы, будем продолжать разработки с семьей и т.д. И т.п. Так, значит, это у нас библиотека. Уровень, отлично. Я, по-моему, здесь даже помню, где тут есть секреты. Тут у нас два. Хотя, подож, секрет фаунд 0 с 2. Я вот, честно говоря, опять, наверное, думал... This is a bit too quiet. Хотя, может быть, все верно. Я, по-моему, знаю, где. А, может быть, опять-таки, это не то. Хрен его знает. Короче, дверь эта закрыта. Мы пойдем... Опа. Воевать, воевать, воевать. Блин, ну как вы меня зажали. Господи, я сейчас бру прямо в самом начале игры. Не хотелось бы, конечно. Ну вот, видите, паук сам подул. Отлично. Так, мы сразу нашли ключ. Я не хочу лещиться. Ну, хотя... 60. Не знаю, посмотрим. Возможно... Возможно, мы выживем. Видите, здесь нужен серебряный ключ. Которого у нас, естественно, нет. Так, а ну, подождите одну секундочку. Сейчас тут надо... Все-таки... Я не повыключал... Некоторых штук. Окейшки. Хотя, вот опять-таки, я точно... А, не, мы в библиотеке, я вроде помню, где секреты. Вроде. А может, и нет. Так, вот здесь нужно расти ключ. То есть, у нас эта дверь основная закрыта. А сзади у нас серебряный ключ. Пока мы нашли этот. Давайте его используем. Я жадный. Просто у нас, в принципе, есть аптечки. Я думаю, нам должно их хватить. Но вот хрен его знает. Поэтому я лучше сохранюсь. Кстати, хорошо, что я... Не умер. Потому что нам пришлось бы играть с самого начала. Так, стари дакс. Так, и вот здесь, походу, все должно постепенно будет открыться. Может быть, даже, ну и сразу откроется. Сейчас мы это обязательно проверим. Возможно, кстати, секреты прямо и здесь. Опа. Не это, я ждал, конечно. Одним четким... Вот я опять эту кнопку нажал. Ладно, я все-таки постараюсь сейчас еще раз не уметь. Если у меня получится. Просто у нас скоро уровень. Нам дадут... Нам дадут... Когда нам дадут новый уровень, у нас восстановится здоровье. И вот... Но я... Мне кажется, что у меня ничего с этого не получится. Потому что здесь вот эта вот... Есть штука нехорошая, которая плюется. Я просто не уверен. В своих силах. Посмотрим сейчас, если мы это убьем. О, отлично. То я думаю, что мы и с этой справимся. Ясно. А, непонятно, для чего я... Начал стрелять. Вот серьезно. Так, ладно. Если мы это убьем, то мы так и сохранимся. Просто на нее кислота не действует. Соответственно... Смысла особого... Ее использовать нет. Блин, ну умри. Умри, пожалуйста. Фу! Оуе! Хорошо. Так, мы справились. Опять-таки, жадность моя жадность. Но мы никуда не спешим. Поэтому, я думаю, не страшно, что мы потратили какое-то время на убийство этих монстров. Так, а вот здесь можно уже и кислотой зафигащить. Я думаю, что... Есть. Оно умрет быстрее. 982, еще 28. Ладно, можно сохраниться. Такие вот мы жлобы. Ну и, соответственно, не забываем про секреты. Так, что у нас здесь? Айрон деггер. Обычный какой-то кинжайщик. Нас, в принципе, он не интересует. Я думаю, тут ничего особенного нет. И какая-то броня. Просто плюс 100 интегрити, то бишь здоровье и плюс 3 комбат. Ну, поскольку мы все-таки специализируемся на технических навыках, я брать это не буду. Потому что не нужно. Не нужно. Так, ну, вроде это не таком-то. Я вообще, честно говоря, опять, наверное, перепутал что-то. Может, и не перепутал. А может быть... А нет, наверное, это смс. Seems like people love to know. Какого беспорядок говорит. Похоже на то, что люди убирались. Спеша. Спешили, короче. Очень когда... Какие-то смс-ка пришла не вовремя. Так, пистолет 40 урона. Смотрите, здесь 25, да? Вспоминаю, в чем у него прикол. А, ну, вот пирсер. Я, кстати, не знаю, почему я не обратил на это внимание в самом первом видео. Потому что у этого пистолета есть классная, видите, опция. Он в одну линию поражает всех противников. То есть пирсер, он как бы протыкает. И это хорошая штука. По сути, может быть, даже лучше, чем это. Но это обычный пистолет. Просто у него больше урона. Я думаю, мы этот оставим пирсер. Пускай будет. Вроде штука неплохая. Значит так. Сколько у нас тут? Два секрета, да? И у нас 8 есть. То есть, я сейчас опять-таки сохраню игру. А почему S7? А почему, а где S8? Интересно. Видать, восьмой секрет я как раз и не сохранил почему-то. Так. Восемь мы нашли. Ну, значит, это девятый. Все правильно. S9. И я думаю, сразу 10 напишем. Потому что их тут два. Под полочкой, видите, есть кнопка. Вот девятый секрет. Мы проходим вот сюда. Находим секретную комнату с сундуком. Что нас тут ждет? Плюс один комбат. Ну, пускай. Почему нет? И второй секрет сразу же находится здесь. Вот. Вот так вот. Хитро на самом деле запрятали. То есть... Господи. Вот это я... Это все было так неожиданно. Так, есть паук. Разлетелся. Вот так вот хитро сделали на самом деле. Видите? Вот именно эта дверь, которая... Она с той стороны бы не открылась. То есть там есть кнопка. Но ничего бы с этого не получилось. Соответственно, мы уже нашли два из двух. И можем спокойно себе гулять. Вот так вот. О, класс. Это как раз то, что нам нужно. 25 фумиума и плюс левел. Есть. Класс. И мы восстановили себе здоровье. Соответственно, получили две схемы. И теперь что мы можем сделать? У нас, походу, шестой уровень. Мы кащаем вот эту штуку. И вот эту штуку. Отлично. Теперь смотрите. Вот это у нас плюс 8 фумиума. Процент на самом деле это немного, но все равно лучше, чем ничего. То есть плюс 8% опыта. Плюс еще у нас 8% урона идет в энергию. И один гаджет слот. Это хорошо. Плюс 35 гаджет дэмэдж. Это урон нашими навыками. И еще один гаджет слот. Что не может не радовать. Соответственно, мы еще можем взять. Мы можем взять электричество, например. В случае, если мы будем находить всяких отравляющих штук. Ну, как бы какие-то уроны на оружие. То есть быстрее стрелять, я не знаю. Возьмем давайте basic protector. То есть, чтобы получать меньше урона. И сохраняемся. Идем дальше. Так, с секретами покончено. Можно смело гулять. Так, ну с одним дядькой мы справимся. Я надеюсь... Видите, можно комбинировать, кстати. Это тоже неплохо. О, господи. Вот второй вылез вообще не в тему просто. Вот. Вот. Видите, в чем фишка? Что урон с пистолета. Вот мы сейчас выстрелили и нанесли двоим дядькам. Так. Главное, чтобы тот не вылез сейчас. Не понял. Какого хрена? Откуда он взялся? Кто в меня выстрелил? Он как-то обошелся, что ли? Господи, ничего себе. Это я зря. Это очень зря. Давай, дружище, подходи. В принципе, можно и защиту. Хотя уже поздно. Да ладно. У нас энергия все равно восстанавливается. Так, мы берем наши патроны и... И что, идем? И идем. Так. Естественно, я, наверное, сделаю на полчаса видео. Потом проверю запись, чтобы опять это не делать. У меня уже были какие-то проблемы непонятные. А, кстати, мы же нашли записку. Сейчас мы ее прочитаем. Так. Плюс 1, 2. Energy Regen. Кирпич возьмем. Книгу возьмем. Так, все за книга. Супримбуем. Manuals. И... Я не думаю, что нам вот нужна эта штука. Потому что тут плюс 80, плюс 45, плюс 2 тех. Тут плюс 3 тех и плюс 1, 2 регенерация энергии. Но тут зарядка быстрее. И как бы лечимся мы быстрее. Я не знаю. Наверное, все-таки не стоит. Хотя плюс 3, тут плюс 2. Я думаю, нет. Все-таки мы пока оставим наш уникальный комбез. Брать его не будем. Так. Но здесь вот сейчас главное все равно ничего не пропустить. Поскольку... Поскольку я вам объясню, почему. Потом. Так. Давайте записку глянем, что у нас тут было написано. Кто у нас пишет? А, это Лиза Тейлер. Кстати, у нас тоже такого не было. Телепорт оператор. Это очень важная записка. На самом деле. Просто запомните именно вот это имя и именно вот это название. Потому что, видите, их есть 6. Так, ну, говорит, в первой попытке настроить безопасный телепорт, как вы понимаете, или как вы догадались, уменьшались провалом. Так, ну, она говорит, что вот это разработки для вас. Вы не можете предвидеть непредвиденное, но в любом случае... В одном инциденте мы потеряли контракт с субъектом, которого мы послали в этот телепорт. Но мы до сих пор можем слышать всякие, ну, как бы, звуки оттуда, наверное. Звук. Слышали странные штуки, как будто бы звук блуждал, как бы, вперед-назад. То, что мы услышали, было, как бы говоря, довольно-таки неприятным. После того, как прошло некоторое время, звук прекратился, и мы не знаем, что произошло с субъектом. А если кто-то достаточно сумасшедший для того, чтобы, как бы, запрыгнуть в этот... Зайти в этот телепорт, можете, конечно, попробовать воспользоваться комбинацией вот этой вот. И она говорит, что I strongly advise against it. То есть, она, как бы, против этого. Она, короче, говорит, я вам очень сильно не рекомендую этого делать. Ну, как я говорил, запоминаем эту штуку. И, то есть, пока мы не знаем, о чем речь, о каком телепорте она говорит. То есть, вообще, пока ничего не понятно, что за цифры. Ну, что, мы со временем разберемся. Так, куда это мы попали? И здесь у нас, вот, видите, то, что я и говорил, нехорошие две штуки. Как раз и электрическая. И, так, давайте сразу протекшн поставим. Он нам, в принципе, поможет от... Вот сейчас надо было просто назад сдать. Поможет получать меньше урона. Так, ну, это хорошо, на самом деле, что вот та вот вторая штука, она... Она стоит здесь. И вот зря я, зря. Надо было подождать, пока он... Торможил, на самом деле. Ну, что ж, поделайся-то. Что есть, то есть. Вот он заряжается. Сейчас он где-то должен, по идее, долбануть. Опять я не успел, ну, я не понимаю. Ой, а вот это я зря. Ну, вот я сейчас еще умру. На самом деле, здесь можно это не терять здоровье. И, кстати, есть ачивка, что... Как-то надо пройти игру. И, по-моему... Да, ёпэр, СТ. Пройти игру и получить не более чем... 3000 урона, по-моему. Блин, нормально. Вот только уровень получил, на самом деле, и уже мне 55 здоровья. Ну, мне придется все равно использовать аптечку, потому что... По-другому мы никак не сможем восполнять здоровье. Так, это секция библиотеки какой-то, так, физика. Так, ну, мы... Мы начнем, наверное, как? Мы начнем, наверное, сначала отсюда, по сути. Так, это секция инженерии. Так, смотрим, что у нас тут есть. Так, мы берем еще две книги. Так, господи, давай сюда. Так, что у нас такое? Volume 2, Volume 3. Так, это у нас, значит... Things Goods. Короче, это какие-то книги. Пока мы не знаем, что за книги. С ними ничего не заделалось. Только держать инвентаре. Мы потихоньку продвигаемся тогда дальше. Давайте сюда зайдем. Так, мы взяли еще две книги. Так, это уже первая часть. Сейчас какие-то мануалы, как бы, бюрою вот это вот. Так, это что такое? Solaris. А тут без названия. Непонятно. Но они красные и зеленые. То есть они, как-то, видать, с одной группы. Так, ну, я... Вы же знаете, я говорил, что ты проходил эту игру. Я на самом деле знаю, что это за книги. Я просто пытаюсь сейчас валять дурака, чтобы не делать вид, что я прям так все знаю. Потому что все равно я вам не буду рассказывать сейчас. Это будет неинтересно, зачем спойлерить. Я думаю, вы и так понимаете. Когда мы найдем все необходимое и дойдем. До этого места я все расскажу. Так, здесь какие-то двери везде открываются, закрываются. Так, что здесь написано? Дверной синхронизатор. Короче, производство по тестам дверного синхронизатора. Хрен его знает, опять-таки, да? Сразу что-то такое непонятно. Поэтому что мы делаем? Мы... Что? Что? Мы пойдем в двери какие-то. Двери какие-то должны открыться. Тут есть телепор. Давайте сначала мы исследуем, что здесь есть. Потом разберемся с этим сраным синхронизатором. А когда мы сюда заходим, мы не можем уже отсюда выйти, поскольку двери закрываются со временем. Так, идем тогда направо еще тут поглядим. На самом деле, уже если так спойлернуть, это такая задачка, на самом деле. Так, вот здесь, видите, дыра. Нам нужно добраться до того сундука. Здесь у нас тоже дыра. И также пока непонятно, как туда добраться или залезть. Так, это что у нас тут? Стреляют, господи. Так, подождите, кто куда вообще стреляет? Это отсюда идет? Да. Хорошо. То есть нам... Оно куда-то стреляет. Нам нужно открыть в любом случае, я думаю, двери, чтобы... Ну, чтобы понять, что куда там стреляет. Так, вот еще один сундук. Ну, мы пока идем по тем местам, куда мы можем. Так, basic, запер. Запер, зипер. Помните, серебряный ключ, то есть это в другой конец. В другой коридор, в другое, как бы, отделение. Сейчас я покажу. Так, ну это обычная молния. Я вам продемонстрирую. То есть, как огонь, только молния. Вперед бьет. А нет, даже не вперед. Просто в упор. Да, одна клетка. Тут просто шок идет 6 секунд. Видите, тут как бы 4. Тут урона больше. Но здесь как бы на всех, а здесь конкретно на одну цель. Ну, такое. Я не буду брать. Я все-таки больше предпочитаю, когда бьет по радиусу. Так, вот здесь у нас... Так, серебряный ключ, который я нашел вот от этих дверей. Который поведет нас в правое крыло. Сейчас я сохраню здесь. А здесь нам нужно что? Нужно забрать коробки. Отсюда вы нафиг. Ну, ящики. Я вот, правда, не уверен. И засунуть его вот эти ящики вот туда. Я думаю, что мы, по-моему, отсюда мы все равно не сможем этого сделать. Нам нужно будет решить сейчас пазл с этими дверями. Мне кажется, да. Ну, вот я максимум его сюда смогу затащить. И бросить в эту дыру. Возможно. А ну, давайте попробуем. Да, мы сможем пройти на ту сторону. Отлично. Хорошо. Так, здесь еще у нас два ящика. Которые мы не можем отсюда достать. Но можем их подвинуть вперед. Так, но здесь нам тоже нужно все равно открыть двери. Поскольку мы не доберемся к этому сундуку. Видите, он тут стоит такой. Такой весь спрятанный. А что нам с ним делать, непонятно. Потому что нам нужно открыть дверь вот эту и вытащить эту коробку. Соответственно, мы даже ту коробку, которую мы оттуда притащим, так же не сможем сюда запихнуть. Поскольку нам нужно будет обойти с той стороны. Окей, пошли решать. В общем, головоломку с дверьми. Каждая дверь щелкает. Щелкает, как вы поняли. Слышите, да? Можно приблизительно понять. Два удара считать как за раз. Ну, где-то четыре. Да, потом. Здесь. Тут вообще один. Видите? Тут вообще или пять с половиной, или шесть. Короче, пока дольше всего. Нет, здесь, наверное, дольше всего. Значит, нам нужно... Видите, оно со временем закрывается. А та закрывается быстрее всего. То есть, поскольку дверной синхронизатор... То есть, я сейчас сохранюсь. Нам нужно... Сделать вот так, если я не ошибаюсь. Вот я сейчас не успел. От большего к меньшему. То есть, чтобы не закрылись... О! Вот, то есть, от большего к меньшему. То есть, та, что... Больше всего, дольше всего открыта. Мы ее сначала, потом меньше, меньше. И в конце самую маленькую. Видите, к нам уже... Вон, дружбанов привалило сколько. Так, по-моему, там третий. Да, вылез. Вообще не прикольно. Ну, на, мужик, травись. Пока здесь. Так, и, кстати, заметьте. Видите, открылась еще одна комната. Дополнительная. Ладно, мы сейчас с ними разберемся. И посмотрим, что у нас открылось. Что мы можем сделать. Куда пойти и... И так далее. Главное, не свалиться. Так, видите, один уже растаял. Дружище. О, блин. Главное, чтобы они не обошли нас сейчас. Хотя, на тебе, молнией. Вот это немного нехорошо сейчас произошло. Мне просто дали пинка под 40. Может быть, их даже четверо. Блин, вот это плохо. Вот это очень плохо. Надо было эту дверь открыть. Хотя я что-то протупил. По-моему, мы ее и так могли открыть. Я, естественно, не сохранился. Наверное, или сохранился где-то не там. Я уже потратил еще одну аптечку. Сейчас еще одну потрачу. Господи, ну... Если вы понимаете, здесь можно вообще хп не терять. Это просто я так раздолбайски к этому отношусь. Немного. Но, думаю, не страшно. Как бы что есть, то есть. Пофиг, я уже загружаться не буду. Просто тут надо не спешиться. Немного аккуратнее играть. Так, хорошо. Значит, что мы открыли? Во-первых, вот эту вот штуку, видите, здесь специальный коридор. И нам нужен ключ специальный. Фумиумный. Понятно. Редкий, которого у нас нет. Дальше идем. Так, дальше идем. Дальше идем. Так, стоп. Во-первых, нам нужно эти двери как-то открыть, да? Да, вот здесь, кстати, сундуки. Я что-то не сильно понимаю, почему они до сих пор закрыты. А, наверное, чтобы их открыть, нам нужно как раз вот будет пульнуть вот тут. Возможно. Да, полетело. А, нет, особо, да. Это мы открыли куда-то вообще двери назад. Что за фигня-то? Нам не нужно назад, нам нужно вперед. А, ну вот здесь, видите, тоже открылось. Естественно, здесь мы сейчас поищем. Так, ну, я думаю, что мы пока что на этом закончим. Мы сейчас еще потом с коробками будем этими ящиками махаться. То есть мы сейчас сохранимся. И уже, естественно, я проверю запись. И в следующем видео будем продолжать проходить этот третий уровень, который называется библиотека. Здесь очень интересные загадки. Ну, как с дверями было, будет еще более интересно им, поверьте. Не прощаемся. Приходите еще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok